Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. В этом видео хотел вам посоветовать и порекомендовать такую хорошую компанию по производству печатных плат. Ну и в общих чертах рассказать о достоинствах и преимуществах. Для начала обратите внимание, что у них есть акция. А именно для тех, кто первый раз хочет опробовать их продукцию, то вот можно сделать пробный заказ бесплатный, который обойдется в 0 баксов. Но при этом есть некоторые ограничения, то есть количество штук от 5 до 10. Размер каждой печатной платы может быть не больше 100 на 100 миллиметров. Ну и количество слоев от 1 до 4 всего лишь. Хотя и в принципе этого для многих плат будет более чем достаточно. Чтобы воспользоваться этим предложением, просто нужно вам зарегистрироваться на этом сайте. По ссылке ниже, по моей партнерской, которая будет в описании. Ну и плюс, что могут там быть некоторые другие бонусы именно по партнерской ссылке. Итак, компания не молодая, уже работает более 10 лет на рынке. Причем сотрудничает с такими большими брендами, как Samsung, LG и прочими гигантами электроники. Находится это производство в Китае, и оттуда заказываются уже готовые печатные платы. По стоимости, если сравнивать с другими подобными компаниями, ну если взять вот вбить в поисковике, то там будет наиболее популярный. Если сравнивать с ними, то по стоимости вот NextPCB будет гораздо дешевле. Так что вот на этот момент обратите внимание. Здесь имеется у них три варианта заказа плат. И вот самый простой вариант, это просто заказ печатной платы, самой обычной. Здесь вот страница калькулятора, где все это рассчитывается. Если вам нужна не именно отдельная печатная плата, а полностью уже собранная с электронными компонентами, то и такая здесь возможность есть. Также сюда переходим. Ну здесь заполняем все необходимые данные по плате, по компонентам, ну и производим расчет. Ну и третий вариант, это вот заказ трафарета для печатной платы. Тоже кому интересно и кому это нужно. Появилась возможность загружать готовые Гербер файлы. И вот как это происходит, допустим, вот нажимаем по этой ссылочке, нажимаем загрузить файл. У меня, для примера, вот имеется такой вот Гербер файл в zip-архиве. Выбираем его, открыть. Происходит быстрая загрузка. Ну тут, как можно видеть, какие файлы можно загружать и до какого размера. После этого вот на странице открывается эскиз этого файла. Ну и его наглядно можно увидеть. Так что вот очень полезная и удобная функция появилась. Про нее не забывайте и обращайте внимание, кто будет пользоваться калькулятором. Ну а далее можно тут забивать характеристики вашей печатной платы. Ну первое, что тут материал печатной платы уже по умолчанию стоит самый ходовой, самый обычный. Ну это уже попытка перевода на русский, но тут по-английски он по-другому называется. Далее выбираем, допустим, однослойную плату. Тип платы цельный пусть будет. Размер возьмем, допустим, 50 на 50, такую небольшую. Отрывной рельс нам не нужен. Количество, которое будем заказать, к примеру, 100 штук. Толщина печатной платы также стоит уже наиболее такой ходовой вариант, вот 1,6 мм. Цвет маски зеленый стоит по умолчанию. Причем стоит заметить, что зеленый и черный, кажись, они по цене дешевле стоят, чем вот другие цвета, красный, желтый, там, прочие. Так что, когда будете заполнять, вот на этот момент внимание обратите, что вот, если не хотите переплачивать, то вот выбирайте зеленый. Ну а все остальные параметры тут обычные и стандартные стоят. Не будем ничего менять. Здесь уже можно видеть, за сколько часов выполнится наш заказ, а именно они изготовятся. Также есть два варианта. Либо немножко дольше, вот 72 часа. При условии, что будет у нас 100 штук количества, это обойдется в 41 бакс с копейками. Ну, либо немножко побыстрее, за 48 часов, и будет подороже. Так что сами выбирайте, вот подходящий вариант. Далее общий вес, после чего выбираем страну доставки. Допустим, вот Российская Федерация. Чтобы калькулятор работал более корректно, пожалуй, русский язык надо отключить. Далее, после выбора страны, можно выбрать, каким способом будет доставляться. Ну, в России тут один способ. Хотя для других стран может использоваться несколько способов. Среди которых нужно, конечно, выбирать более дешевый. Ну, думаю, смысл понятен, и сами разберетесь. Далее, тут указаны сроки, в течение которого будет доставлен заказ самой транспортной компании. Стоимость, сумма которой зависит, конечно, от размеров, от массы. Ну, здесь уже снизу видим стоимость самих печатных плат и стоимость самой доставки. И вот итоговая стоимость, вот почти 55 баксов. Ну, опять же, здесь нужно учесть, что чем больше количество плат вы будете заказывать, тем дешевле будет все это обходиться. Так что выгодно заказывать сразу большое количество плат. У кого есть, конечно, такая необходимость. Ну, с калькулятором, думаю, тут все ясно и понятно. То есть, включаем переводчик. Ну, и с гугловским переводчиком тут намного понятней все будет. Опять перейду на русский язык. Итак, на вкладке сборки печатных плат. Здесь они нас знакомят, какие возможности есть. То есть, до 16 слоев, допустим, плата может иметь. Из каких материалов может делаться минимальный диаметр отверстия, ну и так далее. Разновидности печатных плат, их стоимость. Здесь уже список заказов. Если посмотреть, то он достаточно большой. Тут люди делают заказы с разных стран, но можно видеть такие значительные суммы. То есть, большие заказы. Также здесь показан процесс заказа. Вот все начинается с онлайн-калькулятора. Далее регистрируемся. Загружаем файлы свои. После чего идет проверка файлов, оплата, изготовление, доставка. Ну и все это сопровождается обратной связью для уточнения своих вопросов. Также можно ознакомиться с процессом сборки печатной платы. Из каких этапов состоит и что в нее входит. На витрине продуктов можно увидеть разновидности плат, которые можно заказывать. Тут имеется обзор для каждого типа плат. То есть, допустим, выберем высокочастотные платы. И показывается, какой вид имеет, какие характеристики, какие требования к ним относятся. Ну и также тут совсем другие платы. Тут алюминиевые, допустим, и прочие. На вкладке возможностей печатной платы они тут более подробно расписывают ограничения. Сколько слоев, толщина, допуски, размеры. Ну, все-все-все тут. На странице о нас можно увидеть завод, где производятся эти самые платы. И тут сразу видно, что это не мелкая шарашка, а крупное, серьезное производство. Все это производится на современном хорошем оборудовании. Ну и тут также перечень компаний, с которыми сотрудничает NextPCB. Из наиболее таких знакомых это Huawei, LG, Samsung, Tesla, ну и прочие. То есть, компании-гиганты, которые связаны с электроникой. Здесь также имеется интересная страница экскурсий по заводу. Ну и можно познакомиться со всем заводом и отдельными его частями. Продолжение следует... Что касается способов оплаты, тут наиболее популярным способом является PayPal. Хотя тут и банковские реквизиты есть, и оплата карточками, Visa, MasterCard, ну и прочими. Так что со способами оплаты тут проблем точно не будет. Также данная компания имеет все нужные сертификаты, которые тут также на сайте все представлены. Свидетельствующие о высоком качестве продукции. Еще на сайте появилась программа, которую они сами разработали, позволяющая создать Гербер-файлы. Ну и с помощью этой программы можно вот самому, эту самую плату нарисовать на компьютере своем. Правда, программа русского языка не имеет, она англоязычная. Но тем не менее, при желании, тот, кто хоть немножко знает английский, тут без труда можно разобраться в ней. Кому интересно, можете блог посетить, новости почитать. Ну и естественно, имеется форма обратной связи, причем связаться с ними можно через электронную почту, через Skype, через WhatsApp. Общаются они на английском языке, но при использовании гугловского переводчика тут с пониманием проблем не будет. Их менеджеры отвечают быстро на вопросы, по делу, в общем, связь с ними хорошая. Ну и последнее, что стоит добавить, это у них сейчас идет летняя акция. И на заказы печатных плат достаточно большие скидки, 30-20%. Так что если вы хотите дополнительные скидки, то успейте сделать заказ до конца лета. И платы вам обойдутся еще дешевле. Так что вот вкратце, что касается этой самой компании по производству этих самых печатных плат. Продолжение следует... Ну а на этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, ну и ждем новых видео. Всем всего хорошего, пока. Субтитры сделал DimaTorzok